добрый день дорогие друзья приветствую вас на нашем канале с вами я татьяна и очередной наш выпуск новостей касательно темы энергетики в испании сегодня я вам расскажу шокирующую новость которая именно в апреле потрясла очень многих и приковала к себе внимание а именно рекордно низкие цены на электроэнергию на потом рынке испании что просто потрясло очень многих и об этом многие издания сейчас пишут давайте вот эту новость сегодня с вами мы обсудим хочу вам сказать что данные все мы берем в открытых источниках я об этом уже говорила и на втором нашем канале и на этом информация принципе проверенная и вот данную информацию которая была сегодня вам доносить эта информация от оператора рынка испании по его данным этот месяц стал самым дешевым в истории испании и цены на оптовом рынке на электроэнергию в испании упали на 20 процентов по сравнению с 2004 с февралем 2014 года когда тоже была такая просадка цен тогда оказалось что это вот рекорд по низким ценам но в этом апреле месяце 2024 года цены уровень падения цен даже побил рекорды четырнадцатого года как я уже сказал что этот месяц апрель 2024 года стал стал самый дешевый месяц в истории испании со средней ставкой 13,67 евро за мегаватт час ну соответственно за киловатт как я уже говорила вы можете посчитать сами но мы видим что это как я уже сказал на 20 процентов ниже чем 2014 году феврале 2014 года почему же такое падение произошло ну первое это потому что это вызвано умеренными температурами обычно апрель месяц даже есть такая испанская поговорка абриль ювиамиль то есть обычно в апреле месяц и множество дождей в этот год достаточно умеренной температуры достаточно тепло в апреле солнечно но тем не менее ветрено вот потому что достаточно солнечно произошла большая генерация именно солнечная генерация следующий момент это очень ветрено обычно апрель месяц ветреный действительно и связи с этим ветровая генерация она также была на достаточно хорошем уровне. Третью причину называют еще высокий уровень воды в гидроэлектростанциях. Мы должны, дорогие друзья, вспомнить, что Испания – это не только наше жаркое побережье, Коста-Бланка, Коста-Дель-Соль, где действительно там сухо бывает, но есть и другие регионы Испании, где было сказано, что по итогам зимы и начала весны было достаточно много осадков, которые позволяют работать гидроэлектростанциям по очень низкой переменной стоимости, то есть достаточно много воды, низкая переменная стоимость, ну, в общем, все понятно. Таким образом, у нас есть большой уровень солнечной, ветряной и гидрогенерации, что вызывает снижение цен, снижение промышленного и бытового потребления. Бытовое потребление, ну, вы понимаете, то есть в апреле, раз были достаточно умеренные температуры у нас в Испании, то, в общем-то, снизилось. Кондиционер не нужен, обогрев не нужен, достаточно комфортно было в домах, это мы можем подтвердить на собственном опыте. К тому же все люди, как я уже говорила, привыкли, кто-то установил солнечные панели, и именно тогда, когда больше всего энергии вырабатывается, они забирают свою энергию и не берут из сети. Или наоборот, если у нас нет, допустим, у кого-то солнечных панелей, солнечные электростанции домашние, то мы берем именно в такой низкой, пиковой стоимости эту электроэнергию. Мы научились потреблять ее грамотно в быту, поэтому это тоже один из факторов, именно низкое потребление, низкий спрос при достаточно высокой генерации. Но еще одним из факторов, сюда уже вмешивается, ну, наверное, геополитика, макроэкономика, это снижение цен на другие энергоресурсы, нефть, газ, и в связи с этим также, в общем-то, поднижается и цена на оптовом рынке, на электроэнергию. Вот такие вот причины называются, такие причины, в принципе, и мы можем подтвердить, что да, действительно это есть, и действительно цены на электроэнергию, на оптовом рынке в апреле 2024 года побили все рекорды в Испании. Сейчас они на самом низком уровне за всю историю, ниже даже, чем в 2014 году, в феврале месяце. Ну и как объяснили мне специалисты в этой сфере, что больше всего страдают, конечно, те, кто имеет большие станции, то есть больше 5 мегаватт. И если сейчас вы посмотрите на эту табличку, которую мы вам покажем, мы всегда опираемся только на достоверные источники, поэтому вы видите перед собой таблицу, и вы видите, что в часы пиковой генерации цены в минус даже идут. То есть, в принципе, вы нацелены на то, чтобы зарабатывать деньги, но получается, что вы еще и должны, да. Но насколько я читала по Южной Австралии, и вы можете также поинтересоваться и посмотреть их опыт, там совершенно другой опыт был, но он поддержан именно государственными программами. Поэтому если почитать, что там, и посмотреть на данную картину, то мы видим немножко различия именно в этом. То есть, ну вот апрель месяц не показал хороших результатов, какие они будут в мае и в дальнейшие месяцы. Возможно, это будут уже жаркие месяцы, и, соответственно, потребление вырастет, электроэнергия, это логично. Мы включим кондей, мы будем все охлаждаться, и, соответственно, промышленности больше будет, наверное, охлаждаться, склады, там какие-то производства. Ну и полив, вода уйдет на полив, то есть уровень воды снизится, потому что я прочитала от оператора рынка, что самое важное – это избыточная генерация воды. И именно это вызвало резкое падение цены на оптовом рынке на электроэнергию. Поэтому они перспективно немножко смотрят в будущее с надеждой на то, что, как я уже сказала, будет больше потребления на рынке, упадет уровень генерации воды, потому что лето обычно засушливое. Но это внедряет какие-то надежды тем, кто инвестирует в эту сферу бизнеса. Но как любой бизнес, еще раз повторюсь, каждый бизнес имеет свои какие-то риски. Их надо просчитывать, их надо учитывать и планировать, конечно, какую-то стратегию действий, разрабатывать, что-то как-то, знаете, в параллель какую-то стратегию вырабатывать еще. То есть не бросать все на самотек. Если все брошено, вы не анализируете, не планируете стратегию, то, конечно, можно потерпеть крах, фиаск и потерять свои деньги. Если все продумано, если вы относитесь к любой стратегии по законам рынка, опираясь на знания экономики, то можно выкрутиться из любой такой ситуации. Не то чтобы выкрутиться, а знать, что ожидать от той или иной ситуации, предвидеть и уже спрогнозировать свои какие-то действия и, в общем-то, относиться с пониманием к той или иной ситуации. Некоторые источники пишут, что не стоит сильно паниковать, нет повода для глубокого беспокойства. Есть момент такой, что к октябрю 2024 года цены могут отыграть вверх. И вот это очень интересный слайд, который вы видите сейчас на своих экранах. Это показатель производства и перепроизводства электроэнергии на территории всей Испании. Учитываем еще не только солнечную генерацию, но, как я уже сказала, гидро- и ветрогенерацию. Учитывая все это, мы видим, что перепроизводство, в частности, в экстремадуре, производство, то есть покрытие полностью, потребности по электроэнергии. Практически вся центральная часть Испании, кроме региона Мадрид, ну и также север Галисия, часть севера, но и частично на севере, в том числе, также Каталония и юг-юго-восток Испании, мы видим, что там еще есть некий недостаток небольшой электроэнергии. То есть, в принципе, поскольку эта тема развивается, количество плантаций увеличивается в наших, в частности, юг-юго-восток Испании, регионах, то, ну, я думаю, что покрытие скоро будет уже, в принципе, вся Испания, наверное, будет вся зеленая, да. То есть, это, в принципе, небольшой срок для того, чтобы всю Испанию, вот, сделать всю схему уже зеленой. Ну, если у вас возникают еще вопросы или проблемы в этой сфере, если вы хотите установить солнечные системы, солнечные электростанции для дома, бизнеса, если вы хотите установить солнечные плантации, если вы хотите решить проблемы падения, получаемые прибыли на ваших солнечных плантациях, в нашей компании есть подобные решения, наши специалисты могут вас проконсультировать и найти оптимальное какое-то решение по возможности оптимизации и оптимизации вашего бизнеса. Это могут быть различные технологии, системы хранения, распределения, смарт-системы. Обращайтесь, дорогие друзья, все ссылочки полезные будут под видео, в описании к этому каналу и в прикрепленном, возможно, первом сообщении. Так что пишите, звоните, пишите на WhatsApp, переходите на наш сайт solarline.es или, как в испании говорят, solarline.es Будем рады общению, будем рады развивать ваш бизнес, будем рады помочь вам, наша компания Solar Line. С вами была я, Татьяна, выпуск новостей, впереди новые новости в ближайшем будущем. Надеюсь, что будут более оптимистичные в плане энергетики, рынка и получения прибыли. Всем удачи, добра, хорошего настроения и удачи в бизнесе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова